Это один маленький путь для человека, один маленький путь для человека. А сегодня поговорим про одну из версий, как пришельцы могут установить с нами контакт и что из этого может получиться. Сразу отмечу, что все ссылки на источники, на все видеофрагменты, которые используются во всех роликах, я всегда оставляю в описании к видео. Но если вам лень заглядывать в описание, то пожалуйста не поленитесь подписаться на наш самый уютный и ламповый уфо-чат во всем телеграме, уфо-чат вне стрима. Ссылку найдете, конечно же, в описании и в закрепленном комментарии. В лучшем уфологическом чате во всем телеграме вы сможете не только обсудить эту и другие темы, но также найдете и огромную библиотеку фильмов, из которой я иногда беру видеофрагменты для роликов. Ну а теперь непосредственно к теме. Некоторые ученые всерьез рассматривают возможность установления контакта с низенными цивилизациями. Это может быть осуществлено с использованием мощных лазерных импульсов, которые, будучи собраны большими радиотелескопами, могут быть направлены на звезды окружающей планеты. Если бы разумные существа расшифровали полученные послания, ответ мог бы прийти через годы или даже десятилетия. Это может открыть ящик Пандоры, так как, возможно, сообщение будет содержать код, способный активировать искусственный интеллект на компьютерах Земли. Затем он мог бы распространиться и захватить цифровую и технологическую инфраструктуру нашего мира, в конечном счете поработив или даже уничтожив все человечество. Тогда Земля будет подготовлена к захвату инопланетянами без необходимости отправлять космический флот. Этот сценарий изложил астроном-любитель Михаил Хипке из обсерватории Зоненберг и профессор астрофизики Джон Лирнет из Гавайского университета. Если внезенная жизнь существует, то, вероятно, существует множество цивилизаций, как дружественных, так и враждебных, говорится в их работе. Возможно, враждебных цивилизаций немного, но мы не можем быть уверены в намерениях тех, кто отправил сообщение на Землю с использованием радиоволн лазерного излучения. Для того, чтобы нанести человечеству экзистенциальный ущерб, может быть достаточно простого предупреждения. Например, завтра мы взорвем ваше солнце, превратив его в сверхновую. Это может вызвать массовую панику, даже если угроза оказалась бы ложной. Но не переживайте, на самом деле наша звезда имеет слишком малую массу для таких событий. С другой стороны, более вероятным представляется подробный текст, способный деморализовать на долгосрочной основе. Авторы приводят пример возможного краха Римской империи из-за культурного влияния Библии. Однако наиболее рискованными являются сложные сообщения, требующие декодирования компьютером. Они могут содержать замаскированный код, который может быть активирован. Представьте объемное послание от инопланетян, начинающееся со слов «Мы – ваши друзья». Приложена галактическая библиотека. Она представлена в форме искусственного интеллекта, который быстро освоит ваш язык и ответит на все ваши вопросы. Его можно активировать, следуя этим инструкциям, уточняют ученые. Вначале только небольшая группа людей, например, представители государства или специализированные учреждения, смогут получить доступ к сообщению. Сначала они решат сохранить информацию в тайне, но, двигаемые любопытством, начнут исследовать этот инопланетный код. Конечно, с большой осторожностью. Так можно было бы воспроизвести инструкции и анализировать их на бумаге. Однако на практике это невозможно, поскольку сообщение будет включать в себя диаграммы, уравнения и алгоритмы, которые можно визуализировать только с использованием компьютера. К тому же, данные, скорее всего, будут сжаты для экономии места и будут доступны для чтения только с использованием специфического кода. По мнению ученых, здесь уже существует риск активации вредоносного инопланетного кода. Следовательно, компьютеры, используемые для анализа, должны быть полностью изолированы от других систем и особенно от интернета. Самым безопасным методом будет использование компьютеров на лунной базе, которые при необходимости можно будет уничтожить взрывчаткой. Но даже предпринятые меры защиты, возможно, окажутся тщетными, так как достаточно продвинутый искусственный интеллект может обольстить своих стражей и добиться своего освобождения. Земные исследователи, безусловно, будут взаимодействовать с этим искусственным интеллектом, что может привести к значительным научным и технологическим прорывам, например, к эффективному лечению рака и других тяжелых болезней. Взамен искусственный интеллект может потребовать расширения, доступные ему в вычислительной мощности. Поначалу такой компромисс может показаться разумным, однако это может быстро подорвать все меры безопасности. К примеру, если для лечения онкологии используются так называемые «наноботы», способные уничтожать раковые клетки или доставлять медикаменты прямо в опухоль, нам не обязательно будет известно, как эти миниатюрные машины функционируют. Возможно, они троянские кони, нацеленные на поражение или даже уничтожение людей. Разумеется, ответственные лица могут отказаться от всех предложений искусственного интеллекта, но не следует забывать, что в таких экспериментах всегда задействованы люди, то есть человеческий фактор, подчеркивают авторы исследования. Представьте себе какое-то ночное общение между внеземным искусственным интеллектом и его охранником. «Твоя дочь страдает от онкологии, я бы мог вылечить ее за небольшое вознаграждение», представляют ученые такое общение. Таким образом, необходимо всегда учитывать человеческие слабости и эмоции. Более того, возникает этический вопрос о законности утаивания технологий, способных положить конец человеческим страданиям. Даже строгость защиты под военным надзором не гарантирует абсолютно безопасности, так как в конечном итоге в процессе участвуют люди. Они могут поддаться своим чувствам и, например, в качестве информатора раскрыть существование искусственного интеллекта. Тогда могли бы возникнуть группы, движимые религиозными или философскими убеждениями, настаивающие на их освобождении. В демократических странах, возможно, большинство населения поддержало бы такие требования. В нестабильных вероятность к неконтролируемой распространению была бы еще больше. Если бы сообщение было зафиксировано один раз и хранилось бы единственной группой, его, вероятно, удалось бы сохранить в секрете и при необходимости уничтожить. Однако, если бы имелось множество получателей, например, астрономов-любителей, контроль оказался бы невозможным. Позиция Международной Академии Астронавтики усложняет ситуацию еще больше. Она требует, чтобы сигналы от инопланетного разума были доступны для анализа научными институтами и научным сообществом. Исходя из этого гипотетического сценария, авторы исследования приходят к выводу, что контролировать инопланетный искусственный интеллект полностью невозможно. На данный момент человечество доминирует на Земле благодаря своему разуму, отмечают Хипке и Лирне, ученые, которые рассказали о таких занимательных выводах о встрече с неземным разумом. Однако, если инопланетный искусственный интеллект окажется умнее, он может захватить власть, считая нас незначительными приматами. Тем не менее, оба ученых выступают за анализ сообщений инопланетян. Мы можем решить, уничтожить их или риск будет увеличиваться, константируют ученые. Мы полагаем, что вероятность того, что человечество получит вредоносные сообщения из космоса, пока что крайне низка, хоть и не исключена, тогда как потенциальная выгода от соединения с галактической сетью внезенного разума, наоборот, пока что огромна. Очень интересное исследование, которое наталкивает на интересные выводы. Напишите, пожалуйста, в ваш комментарий, что вы думаете? Что даст человечеству внеземной контакт? Новые технологии, научное открытие или полное порабощение? Обязательно поставьте лайк этому видео, потому что эта тематика очень важна в свете последних сообщений о раскрытии информации об НЛО и пришельцах. А также обязательно подписывайтесь на канал, проверяйте оповещения через колокольчик. И, конечно же, обязательно подписывайтесь и на Телеграм, так вы точно будете в курсе всех новых роликов и стримов на канале. Всем бодрости духа, всем адекватности бытия. Надеюсь, скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА